Объяснение концовки сериала «Игра в кальмара». «Игра в кальмара» — южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллеры и драмы. Режиссером и автором сценария стал Хвандон Хек. Сериал состоит из девяти эпизодов, а премьера Squid Game состоялась 17 сентября 2021 года на платформе Netflix. Концовка. После победы ведущий отвозит Сона домой. Его выкидывают на улицы и кладут в рот банковскую карту, именно там лежат деньги. Пароль от банковской карты, его порядковый номер в игре — 0456. Далее он идет к ближайшему банкомату, где снимает 10 тысяч вон и видит остаток на счете — 45 миллиардов 599 миллионов 990 тысяч вон. По дороге он покупает рыбу у матери Чо и пытается дать 10 тысяч вон, но та отказывается. Затем Сон возвращается домой и видит лежащую на полу мать. Она не дышит и не подает признаков жизни. На протяжении года Сон живет такой же жизнью, как и раньше, занимает деньги, бедствует и не работает. В один из дней он сидит на берегу, и к нему подходит женщина и очень просит купить цветок. Сон покупает розу на последние наличные деньги и находит там карточку со знакомым логотипом, на которой написано место и время встречи. Сон отправляется к этому небоскребу, поднимается на седьмой этаж и видит Айль-Нама, того самого старика под номером 001. Оказывается, что он, создатель этой игры. Далее Айль-Нам рассказывает, что сделал эту игру для развлечения, а сам вступил в игру потому, что хотел вспомнить перед смертью, как ему было весело в детстве, играя в эти игры. Айль-Нам сохранил жизнь Сону потому, что с ним было весело играть и благодаря ему он вспомнил вещи из прошлого, о которых давно забыл. После этих слов старик умирает. Затем Сон вспоминает про обещания перед Кан, меняет внешность и забирает ее брата Чхоля. Он отдает его под опеку матери Чо, оставив огромный чемодан с деньгами, там ровно половина выигрыша. Сон решает улететь в США, чтобы вернуть дочь. В метро он видит, как тот же самый мужчина играет с очередным незнакомцем в сутки и пытается догнать его, чтобы задать несколько вопросов, но тот уезжает. Он отбирает визитку у незнакомца и по дороге на самолет звонит на номер. Ему предлагается сыграть в игру, и происходит диалог. Сон, слушай внимательно. Я не лошадь. Я человек. Поэтому я хочу знать, кто вы такие и как вы можете совершать такие зверства с людьми. Мистер Х, игрок 456. Не выдумывай глупостей. Сон. Поэтому я не могу простить вам то, что вы делаете. Мистер Х, просто сядь в самолет. Для твоего же блага. Разговор кончается, сон разворачивается и уходит. Конец сезона. Вывод. Второму сезону, определенно, быть. Режиссер Хван Дон Хек изначально вообще не рассчитывал, что его проекту удастся стать настолько популярным, вследствие чего о продолжении он даже не помышлял. Теперь ситуация настолько изменилась, что он готов раскрыть новую часть своей истории. Осталось слишком много вопросов, на которые зритель не узнал ответа, что за люди в розовых костюмах и как они попадают на работу. Как может проходить игра без создателя? Почему сон решил, что вернуть дочь, не главная цель после игры? Отчего умерла его мать? Какая будет следующая игра? Отчего ждете вы от второго сезона игры в кальмара? Разгадка будет очень скоро.